Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня понедельник, 19 октября. С вами Наталья Козина. Здравствуйте. Не случайно говорят, что понедельник – день тяжелый. А как вы считаете, почему так говорят? Уверена, что одна треть наших радиослушателей точно знает почему. Да потому что в выходные проводили застолье, праздник, или день рождения, или юбилей и так далее. Да мало ли найдется радостных поводов, когда хочется выпить. Кто-то не смог вовремя остановиться и перебрал лишнего. А в понедельник с утра голова болит, во всем теле дискомфорт, а надо вставать, собираться на работу, заниматься другими важными делами. Да уж, ничего хорошего. Вместе с Натальей Солодковой, генеральным директором одного из ульяновских медицинских центров, мы разбираемся в том, почему даже, казалось бы, безобидное пиво может быть опасным. На самом деле, очень многие ставят знак равенства между пивом и водой. И вот, чтобы многие поняли абсурдность данного равенства, подумайте про себя на секунду о том, о чем я сейчас скажу. То есть, в одной пол-литровой бутылочке пива содержится 60 мл водки эквивалентно. Теперь представьте, в трех бутылках пива стакан водки. Так вот, если человек идет в жаркую погоду и попивает из бутылочки пива, ни у кого даже не приходит в голову подумать, что он что-то делает такое, что это какое-то зависимое поведение. А представьте, что человек может идти из бутылки пить водку. Ну, наверное, прямой путь к наркологу. Так вот, вот таким завуалированным путем, понимаете, люди потребляют алкоголя, потребляют водки даже больше через пиво, чем они пили бы, если бы они пили бы водку. Потому что, понимаете, люди пьют пиво литрами. В одной бутылочке пива 60 мл водки. Теперь представьте, сколько пива вы пьете и умножите, и подумайте, каким путем вы разрушаете свой организм. Поэтому пиво – это прямой путь к алкоголизму, просто прямой. Проанализировав имеющую статистику, наркологи приходят к выводу, что как раз подавляющее большинство людей, страдающих как раз с алкоголизмом хроническим, свой путь начинали именно с легких напитков и именно в частности с пива. Вот наша радиослушательница сомневается, что пиво опасно. И она говорит, что женщина как раз предпочитает покупать пиво, потому что оно легкое. 4 или 6 градусов, говорит она. Разве это опасно? Конечно, никто не стал алкоголиком с бутылки пива. Чтобы стать алкоголиком, проходят годы. Но, опять же, это прямой путь к зависимости. Что касается пива и женский организм, задумайтесь. В пиве содержатся фитоэстрогены. То есть фитоэстрогены содержатся в шишечках хмеля, именно которые как раз и придают вкус горьковатый этому пенному напитку пиву. Так вот, что такое фитоэстрогены? Эстроген – это женский половой гормон. Фито – это растение. То есть женские половые гормоны растительного происхождения. То есть если женщина получает огромное количество избыточных женских половых гормонов, заканчивается всё это очень серьёзными гормональными нарушениями. Вплоть до бесплодия, вплоть до рака груди. В лучшем случае это усы будут на лице. В лучшем случае. В пиве очень большое количество фитоэстрогенов. Именно пивоманы, кто пиво пьёт и злоупотребляет пивом, 100% с этой проблемой столкнутся. Просто это дело временем. Конечно, это не будет за одной бутылки или за одной банки. Естественно, годами развивается зависимость. А теперь представьте, наоборот, мужчину пивоману. У мужчины какой половой гормон? Его, собственно, родной, мужской – это тестостерон. Если он получает женские половые гормоны, то, соответственно, тестостерон снижается. Тестостерон для мужчины – это тот гормон, который мужчину делает мужчину. Понимаете? Это его и мышечная масса, это его и мужская сила, это его растительность на лице, это его голос, это его поступки, лидерские качества, желание победить, желание завоевать – это всё мужчина. И если у него тестостерон снижается, потому что эстрогенов просто увеличивается не по дням и по часам, то у мужчины округляются бёдра, у него приобретается женская фигура, у него растёт живот, у него грудь вырастает до первого-второго размера, у него влечение к женщине снижается априори, заменяется на влечение к бутылке пива. И поэтому для мужчины, для пивомана, 40 лет – это импотенция гарантирована, если он будет, кажется, пить пиво с молодого возраста. Ещё вопрос от радиоуслушателей. Бытует мнение, что надо покупать дорогой алкоголь, потому что он более качественный, а вот дешёвый – плохого качества. Вы согласны? Многие также считают про любой спиртный напиток, не только про пиво. Любую водку взять, коньяк. Многие думают, что если напиток дорогой, значит, он качественный, значит, он безопасный. Понимаете, если он дешёвый, то это суррогаты. Естественно, в дорогих напитках больше проходит, наверное, спирты, фильтрацию. Но этиловый спирт присутствует в любом алкогольном напитке. Неважно, это называется коньяк за 50 тысяч, это называется банка пива, там, за 100 рублей, или бутылка водки за сколько-то рублей, неважно. Разрушающий действие на организм именно несёт этиловый спирт. Этиловый спирт является наркотиком. И он, классификат наркотиков, стоит на третьем месте, после кокаина и героина, который вызывает моментальное привыкание, зависимость и потом дальнейшие последствия. Поэтому, что вы пьёте, за какую цену? Вы пьёте этиловый спирт. Как я уже сказала, здесь бутылки пива, 60 мл водки. Умножьте в трёх бутылках пива стакан водки. Вот и всё. Завуалированным путём попадает в организм огромное количество этилового спирта. Вы, возможно, в жизни водки столько-нибудь прислуху пьёте её с пивом. Поэтому дорогие напитки, они не менее безопасные. Он также является продуктом распада вот этилового спирта. Этот этиловый спирт, этот напиток, вот и всё. А безалкогольное пиво, неужели оно опасное? Что касается этилового спирта, здесь этилового спирта нет. Это, наверное, единственный плюс. Всё остальное, говорю, фитоэстрогены, вот эти нарушения гормональные, все эти вот, говорю, что была пена, это кобальт добавляется, который тоже пагубно влияет на сердце. Всё это есть. Просто нет этилового спирта. Вот в этом плюс. Вкус пива один и тот же, что алкогольный, что безалкогольный. Запах пива тоже один и тот же. Вот, коль мы занимаемся лечением алкогольной зависимости, понимаете, как бы у нас этот вопрос про безалкогольное пиво очень актуальный. То есть люди, которые приходят лечить алкоголизм, каждый человек спрашивает, а мне можно пить безалкогольное пиво? Мы всем говорим, пить безалкогольное пиво нельзя. Ну, человеку страдающему алкоголизмом, потому что вкус пива одинаковый, запах пива одинаковый, и поэтому стоять в водичке и не намочиться будет очень-очень трудно. И всё начинается, конечно, именно безалкогольное пиво, окончается алкогольным. Вы слушали Наталью Сладкову, генерального директора одного из ульяновских медицинских центров, которая ответила на вопросы наших радиослушателей. Звезда октября, так ульяновские поклонники, называют талантливую оперную певицу Ирму Голодяевскую. Она и родилась, и трагически погибла в октябре. Ей было 24 года. Ирма Голодяевская ещё школьницей приехала в наш город в 1941 году. Её семья вынуждена была эвакуироваться из оккупированной фашистами Украины. В ульяновске у Ирмы появилось много новых верных и любимых подруг. Именно они, уже став взрослыми, создали общество по сохранению памяти об Ирме Голодяевской. Каждый год в октябре они проводят вечера памяти. Вот так появилась литературно-музыкальная композиция, которую по этому поводу написала музыковед, заслуженный работник культуры, управляющий директор Государственного духового оркестра держава Лариса Куфтина. Сама эта композиция прозвучит сегодня вечером в 19.20. Сейчас же слушайте интервью с автором литературно-музыкальной композиции Ларисой Куфтиной. Я счастлива была познакомиться более 10 лет назад с замечательными женщинами, которые являлись подругами Ирмы, одноклассницами Ирмы, и которые всю жизнь помнили о ней, пронесли эту дорогую память о этой замечательной певице, девушке, об этой замечательной личности, которая действительно должна была войти как великая певица в нашу историю, в историю советской музыки. Потому что я по долгу своей работы слушаю очень много вокалистов, которые приезжают в нашу филармонию. Я уже более 40 лет работаю в филармонии и знаю со всего мира певцов. Ирмы действительно уникальный голос, необычайной красоты, необыкновенного диапазона. Это действительно голос, который рождается раз в столетие, а может быть даже и реже. Я очень благодарна людям, которые создали общество друзей Ирмы Голодяевской в нашем городе, которые постоянно вместе собираются, вспоминают её, которые заботятся о могилах её близких, которые находятся в Ульяновске, которые помогли издать книгу. В 2017 году Геннадий Дёмочкин, наш замечательный журналист, замечательный писатель, очень интересный, яркий человек, он создал книгу об Ирме Голодяевской. Она издана, и это бесценный совершенно материал. Конечно, и при подготовке этой передачи, естественно, я ещё раз перечитала эту книгу. Я прочитала материалы Юрия Панича, это режиссёр, актёр, друг детства Ирмы. Их родители вместе воевали, их отцы. И потом вместе они оказались в Москве, судьба вела их по жизни. Очень интересные её подруги Нина Смирнова, Людмила Сергеева, Оксана Шевкунова, Светлана Романовна Шустова, которые знали Ирму, и которые делились очень щедро восторженными воспоминаниями о её юности, о её таланте. И поэтому я принимаю участие каждый год. Замечательная традиция. В октябре мы обязательно собираемся, вспоминаем Ирму. В программе принимают участие солисты филармонии. Они исполняют и те романсы, которые пела она, и свои любимые романсы в её память, в её честь. Нина Драголюб, которая также очень много написала статей, материалов о творчестве Ирмы Голодяйской. Сегодня мне хочется сказать огромное спасибо всем этим людям, потому что они делают очень большое дело по сохранению памяти этой выдающейся певицы Ирмы Голодяйской. Сегодня в нашей передаче будут звучать замечательные произведения русских композиторов – Чайковского, Рахманинова, Мусоргского. А чем вызван вот такой музыкальный выбор? Я думаю, что вот эти гениальные произведения русских композиторов, они наиболее были созвучны истинно русской душе Ирмы, потому что она воспитывалась на этой культуре. Ведь Ульяновск, она попала сюда в детстве, Ульяновск – очень музыкальный город с культурными традициями. Здесь и в 30-е годы у нас постоянно гастролировали очень известные выдающиеся, не только эстрадные, но и классические музыканты. И неудивительно, что здесь в 44-м году, в годы войны, была создана филармония, где одним из первых коллективов был академический хор, очень известный под управлением Аполлона Каторгина, и который просто составил славу нашего города и нашей филармонии. Здесь во время войны была филармония музыкальной лектории, которой с огромным успехом певцы этого лектория гастролировали и по нашему региону, и за его пределами. А вот удивительно то, что это были военные годы. Ведь до войны здесь был тихий, небольшой город, а после войны население увеличилось в два раза. И, конечно, культура развивалась очень быстро и очень бурно. Вот поэтому я думаю, что как раз именно русская музыка была очень созвучна душе Ирмы. Хотя она обожала фильмы «Большой вальс», она обожала Дину Дурбин и с удовольствием смотрела и исполняла песни из зарубежного кино. Но я думаю, что, конечно, и каждому из нас русская музыка гораздо ближе. И всё-таки вот так вот искренне скажите, ведь когда вы готовили материал, вы прочитали и хотели использовать воспоминания её друзей, но очевидно речь идёт о москвичах, о её однокурсниках по консерватории, о том, как Ирма была в Англии и вернулась из Англии. И что с ней вот в это время происходило? Как от неё отрекались, отказывались, все предавали её, посчитав её вот такой изменницей Родины за то, что она, может быть, немного, чуть-чуть легкомысленно ответила королеве. А надо было по-большевицки, по-злее, по-конкретнее. Почему вы не зачитали вот эти воспоминания её студенческих друзей? Вот в самые для Ирмы трагические годы, трагический момент, когда её дёргали, вызывали на допросы. Это было время оттепели. И очень многим показалось, что всё, свобода. После смерти Сталина началась оттепель, появились и новые театры, новые формы общественной жизни, появились наши поэты знаменитые, знаменитые, которые были кумирами, сразу стали всего нашего общества. И казалось, что всё, что это свобода. Но, однако, никакой свободы не было. Началась холодная война, началась охота на ведьм. Всё время в каждом и везде видели шпионов. И поэтому, например, Алексей Козлов, наш музыкант, он говорил об этом времени, что это была смесь концлагеря с балом Наташи Ростовой. То есть внешне это всё было прекрасно, свободно и благополучно. А на самом деле это было очень жёстко и очень агрессивно. И тем более, что отношения с Англией были весьма серьёзные. Постоянно были какие-то инциденты в этих отношениях. Даже удивительно, что наших студентов направили в Лондон. Это тоже был какой-то политический шаг непонятный. И поэтому в данной ситуации, конечно, она оказалась заложницей просто в этой ситуации. Дело в том, что мы не знаем, как там всё оно было. Мы знаем только то, что она пела, только то, что её с восторгом принимали. И было предложение об её гастролях в Королевской опере. Больше мы не знаем ничего. И мы уже знаем, когда она вернулась на родину, у неё были огромные проблемы. Но время было очень сложное, вот о котором я сказала, время оттепели. Это не весна, как поётся в песне. Это именно была оттепель и с очень жёсткими последствиями для неё. Вы слушали интервью с заслуженным работником культуры, музыковедом Ларисой Куртиной, автором литературно-музыкальной композиции про Ирму Голодяевскую. Слушайте эту композицию сегодня вечером в 19.20. Вот и всё. Эту передачу для вас подготовила Наталья Яковлевна. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин